Здравствуйте, меня зовут Евгений и я приветствую вас на канале Электромайн Беларусь. Сегодня в речи наше видео пойдет о многофункциональном инструменте от Makita, который способен решать многие задачи. Поехали! Поставляется мультитул вот в такой непримечательной на первый взгляд крафтовой черной коробке. Чехол сделан из кордуры, очень качественный и хорошо прошит. Кто не в курсе, из данного материала делают самые добротные рюкзаки. Материал представляет собой толстое полиамидное полотно, состоящее из нитей, сделанных из нарезанных и скрученных волокон, иногда имеет хлопковую добавку в составе. Это придает материалу повышенную устойчивость к разрывам и стиранию. Помимо этого, кордура имеет водоотталкивающую пропитку. Давайте посмотрим на инструмент поближе. Могу отметить хорошую эргономику, мультитул хорошо ложится в руку благодаря форме своих рукояток. Сбоку есть накладки из пластика. Вес с чехлом не превышает и 300 грамм. Путешествие каждый грамм важен, а вес мультитула сравним с фауэрбанкой на 10 000 мАч. Всего в мультитуле уместилось 9 инструментов, по 4 в каждой рукояти. Здесь, кроме привычных обычного ножа, консервного и пары отверток, мы наблюдаем серрейторный нож, с помощью которого легко можно резать веревки, стропы, либо почистить рыбу. А с помощью пилы можно легко делать пропилы в дереве, либо нарезать ветки подколи для палатки. Напильник также не будет лишним, насечки достаточно глубокие, их не назовешь поверхностными. Качество на уровне. Все предметы по обоим сторонам рукояти зажаты винтами. При поломке какого-либо инструмента или необходимости его замены, их можно будет открутить, заменить или отремонтировать сломанную деталь. Пассатижи имеют узкие губки, что может не позволить решать какие-то массивные задачи, но вряд ли они кому-то понадобятся. А с обычными делами в походе, скрутить какие-то провода, перекусить проволоку, они вполне справятся. Все предметы сделаны из качественной стали. Марка производителем, правда, не указана, но радует ее толщина и стойкость заточки предметов. Я уже успел протестировать данный мультстул на природе и в быту. Могу сказать, что в некоторых моделях Лазермен сталь бывает на порядок тоньше. Пользоваться инструментами очень удобно в сложенном состоянии мультитула. Данный мультитул можно купить по довольно демократичной цене. Это если сравнить даже с самой бюджетной ценой на Лазермен. Цены взяты по рынку Беларуси в белорусских рублях. Не каждому нужен набор из 15-20 предметов за более чем 100 долларов. А самая бедная комплектация Лазермен состоит лишь из 6 не самых необходимых предметов. Давайте посмотрим мультитул в действии. С двумя проводами сечением 0,75 квадрата он не справляется, а с одним вполне. Но это объясняется формой кусачек. Они не смыкаются вместе, как у обычных пассатижей или бокорезов. А предназначены для проволоки или похожих твердых материалов. С помощью двух отверток, крестовой и шлицевой, вполне можно даже отремонтировать розетку. Либо пережать винты с довольно тонким шлицом. Крутить 35 саморез с сухой брусок из дерева тоже под силу. Хоть это и не назовешь очень удобным в плане эргономики и хвата. Но за отсутствием отвертки под рукой вполне можно сделать. Нож бритвенно-острый, как вы можете видеть, несмотря на то, что он уже довольно часто был в деле. Мне данный мультитул очень понравился, а я им доволен. За свои деньги это добротный и качественный инструмент. Способный выручить в туристической поездке, либо выезде на природу. А благодаря компактным размерам место ему найдется. Либо в бардачке машины, либо в рюкзаке, как и у меня. Я желаю вам всего доброго. Поддержи канал своим лайком и подпиской. И до скорых встреч.